Он мечтал создать вечный двигатель, но создал автомат, унесший больше жизни, чем оружие массового поражения. А ведь он просто хотел защитить свою родину. Михаилу Калашникову не было и 30-ти, когда он изобрел идеальный АК-47. В этом году великому оружейнику, перевооружившего половину земного шара, исполнилось бы 100 лет. На его родине, в селе Курья, героя России вспоминают с почестями. У бронзового бюста Елена Калашникова впервые одна, без любимого отца. Поэтому вот такое чувство, что вот он только один. И тот, который уже в бронзе, и даже бронза уже приобретает зеленоватый такой, ну, вечность, уходящий в цвет, уходящий в вечность. 90 лет молчали и вновь звучат. Именно здесь, в Знаменском храме, крестили маленького Мишу. В 30-е годы церковь закрыли и превратили в зернохранилище, а затем в сельский клуб. И уже в наши годы, по просьбе самого Михаила Калашникова, храм начали восстанавливать. Этих храмов в России много? Нет, он один. Аналой, убранство иконостаса, изготовлено на Колыванской шлифовальной фабрике, на Колыванском камнерезном заводе. Он сейчас так называется. И в том числе иконы, которые мы видим при входе в храм, алтарная икона и икона на обсиде храма, выполнены в технике уникальной флорентийской мозаики. Родился в рубашке, так говорила про оружейника его мама. В 6-летнем возрасте Калашникова нашли без признаков жизни. Позже он чуть не утонул в реке, а на войне был тяжело ранен. Попреки всему, прожил долгую счастливую жизнь. После войны оружейник уехал в Ежевск, работал на военном заводе. На родной Алтай возвращался редко, но всегда с трепетом и с желанием помочь землякам. Были плохие дороги, не была обшита школа даже. А благодаря Михаилу Тимофеевичу Калашникову у нас преобразилось село. С 2013 года в Курье работает Мемориальный музей Калашникова. Здесь собраны личные вещи оружейника. Мебель, документы, уникальная коллекция часов и различные модификации легендарного ОК. Но люди только смотрят, в руки стараются оружие не брать. Автомат в руках держали? Нет, мне страшно. Почему? Ну, я с уважением отношусь к оружию, к этому. И действительно, наверное, понимаю всю серьезность. И вот нам говорили в конце экскурсии, что писал Калашников письмо, раскаиваясь в том, что боялся, наверное, что не будет ему прощения за создание такого оружия. Автомат Калашникова уже давно живет отдельной жизнью от своего создателя. Так, например, в Мозамбике, когда страна завоевала независимость, солдаты называли своих первенцев в честь великого оружейника. Практически в каждой деревне можно было встретить черноголового калаша. В открытых источниках в интернете пишут, что от пуль ОК ежегодно погибает четверть миллиона человек. Совершенно точно не такой судьбы хотел Калашников своему творению. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.